Страх перед неизведанным всегда будет спутником стремления к познанию. Когда исследование космоса захватило умы миллионов, вместе с бескрайним простором Вселенной человечеству открылся бесконечный простор для воображения. Фантазии наполнились новыми страхами, далекими мирами, населенными странными существами, неведомыми монстрами, нападавшими на звездолеты, и разумными инопланетянами, атакующими нашу планету. Кино не отставало от фантастической литературы. Всем уже надоели увеличенные в десятки раз животные или насекомые и нелепые костюмы мутантов. Так что новые страхи пришлись как нельзя кстати, и сразу же стали важной частью огромной индустрии. Дизайнеры переключились на создание существ, выглядевших как нечто чуждое, инопланетное. Сейчас эти эпизоды кажутся скорее забавными, но в 50-х и 60-х годах прошлого столетия они вызывали неподдельный страх. Фантастические ужастики с похожими друг на друга захватчиками и чудовищами со временем, конечно, тоже приелись. Искушенный зритель перестал замирать в кресле и с криками выбегать из зала, как только видел очередную инопланетную тварь. Но нашлись люди, знавшие, как это исправить. Ханс Руди Гигер – художник, придумавший образ ксеноморфа и декорации инопланетного корабля для фильма «Чужой». Космический ужастик прославил создателя чудовища на весь мир, произвел революцию в кинофантастике и стал началом культовой франшизы. «Чужой» надолго возглавил рейтинг кошмаров о космосе и оказал огромное влияние на кинофантастику в целом. Однако творчество Гигера не ограничивается участием в этом проекте. Темные фантазии мастера, очарованного ужасом, въелись в память сотен миллионов людей и отразились в десятках произведений других авторов – дизайнеров, художников, режиссеров, разработчиков компьютерных игр и музыкантов. Отголоски его образов и стилистики можно встретить и в некоторых современных проектах. Гигера демонизировали, называли слугой дьявола, антихристом. Этому способствовали и его имидж, и уединенный образ жизни, и, конечно же, его картины, полные неоднозначных устрашающих персонажей и пейзажей, изображающих то ли потусторонний мир, то ли мрачные антиутопические фантазии. Но каким был Ханс Руди Гигер на самом деле? И как сформировался его уникальный стиль? В этом ролике я расскажу о жизни и творчестве швейцарца, напугавшего весь мир. 1940 год. Небольшой городок Кур, нетронутой войной Швейцарии. Одно из самых безопасных и благополучных мест в Европе на тот момент. Размеренная жизнь, горные пейзажи. Неподходящее место для рождения художника, работам которого свойственны экспрессивность и мрак, порожденный с самыми дальними уголками подсознания. Но именно тут, 5 февраля, появился на свет Ханс Руди Гигер. Его семья жила в квартире над аптекой, принадлежащей отцу-фармацевту. Ханс был любимцем матери. По воспоминаниям Гигера, добрейшей, нежнейшей и прекраснейшей женщины, ни разу не повысившей на него голос. Отец, конечно, старался воспитывать сына в строгости. Учил мальчика латыни, настраивал на то, что в будущем Ханс пойдет по его стопам. На фоне происходящего в Европе в то время, детство Ханса трудно назвать сложным. Однако мальчику передавалась тревога, испытываемая родителями. Просмотр военной хроники тоже сказался на мироощущении Ханса. Кадры с испытаниями атомного оружия и последствиями бомбардировок Хиросимы и Нагасаки отпечатались в памяти ребенка. Глава семьи торговал пиявками. Руди испытывал сильную неприязнь к созданиям, свивающимся в клубки в стеклянных банках. Но помогал с их доставкой, развозил заказчиком на велосипеде. Будущий автор картин, пронизанных потусторонним биомеханическим эротизмом, был болезненно застенчив. Он часто прятался на чердаке, а его мечта заключалась в спасении из лап злодеев какой-нибудь красавицы. В детском саду его прозвали Сердцеедом за то, что он часами мог стоять под окнами девчонки, показавшейся ему красивой. Но стоило ему столкнуться с хорошенькой девушкой в школе, как он терял дар речи от стеснения. В биографических статьях и интервью часто упоминается человеческий череп, подаренный Хансу отцом, когда мальчику было 6 лет. Будто бы подарок произвел на Гигера неизгладимое впечатление и направил его воображение по темному пути. Между тем, Ханс и без того ощущал притяжение темной стороны, а увлечения его были довольно необычны. Как только ему разрешили самому выбирать себе одежду, он раз и навсегда отдал предпочтение черному цвету. Игровой комнатой будущего художника стало самое темное место в доме, где он развесил изображения отрубленных рук и уродцев. Мальчик пытался построить гильотину и обожал романы ужасов. Его притягивало оружие. Он мастерил луки, собирал кинжалы и кастеты. Позднее у него появятся и револьверы. Ханс зачитывался романами Карла Майя о Винниту и произведениями Эдгара Уоллеса. Перечитывал призрака оперы Гастона Леру. Сестра водила его в музей, где его до чертиков напугала египетская мумия. Гордость мальчика была задета, и он стал приходить в музей один, чтобы смотреть на мумию. И со временем поборол свой страх. Размеренную жизнь маленького городка время от времени нарушал приезд ярмарки с аттракционами. Была среди них и комната страха. Вдохновившись увиденным, Ханс с друзьями соорудили дома свою комнату страха с висельниками и встающими из гробов покойниками. И пока мальчишки щупали и пытались поцеловать приглашенных подруг, Ханс оставался наедине со своими комплексами. Он внимательно рассматривал насекомых и коллекционировал резинки от подтяжек. Наверное, в подсознании они ассоциировались с червями, змеями и пиявками, предполагал художник позднее. В общем, Ханс был ребенком, который идеально вписался бы в семейку Адамс. Что же касается подаренного отцом черепа, то в него он продел веревку и таскал по улице. Под аптекой был подвал, соединенный со старинным подземным ходом, который казался Хансу полным опасностью лабиринтом. Ночью бурная фантазия мальчика, подкрепленная фобиями и неординарными увлечениями, порождала кошмары. Ему снились шахты, залитые бледным желтоватым светом. И лестницы без перил, ведущие в никуда. Сны Ханса в какой-то мере стали его источником вдохновения. Гигер визуализировал свои кошмары. Иногда получалось избавиться от одного из них, перенеся образы из снов на бумагу или холст. Так творчество стало методом борьбы со страхами, переполнявшими подростковый разум. Работа в аптеке не привлекала Гигера. Но отец, ставший президентом ассоциации аптекарей, считал, что все сильнее увлекавшим Ханса рисованием на жизнь заработать невозможно. Выбор сына казался ему невыгодным и странным. В местах, где рос Гигер, слово художник было почти ругательным. Оно считалось синонимом пьяницы, бездельника и растяпы. Впервые работы Гигера были опубликованы в конце 50-х в андеграундных журналах и даже в школьном журнале его родного города. Своим творчеством Гигер выражал протест против ядерной энергетики, развитие которой сопровождалось распространением различных страхов. Против ядерного оружия. Против гонки вооружений, угрожающей привести к Третьей мировой. Рисунком бунтарского цикла «Атомные дети», конечно, еще далеко до его широко известных работ. Но формирование стиля началось уже тогда. Рисунки заполнены сюрреалистичными образами существ, переживших атомную войну – черепами, скелетами, летающими монстрами и мутантами, отдаленно напоминающих детей-уродцев с его более поздних картин. При всей мрачности его работ, порожденных как собственными кошмарами, так и страхами, захватившими общество в то время, Гигеру была свойственна и самоирония. Так один из сборников своих ранних работ он называет «праздник для психиатра». После окончания школы Гигер посещал курсы рисования и проходил практику в архитектурном бюро, а также обучался в военном училище Винтертура. Получил специальность минометчика. В 62-м Гигер переезжает в Цюрих, где начинает изучать архитектуру и промышленный дизайн в школе прикладных искусств. Впечатлительный подросток превратился в не менее впечатлительного юношу. Самое страшное, что ему доводилось видеть до того момента, были фильмы ужасов с вурдалаками. А тут приятель показал ему книгу со старинными фотографиями, сделанными в Китае во время пыток приговоренного к ним убийцы. Преступник был посажен на кол и отдан на растерзание толпе. Фотографии произвели на Гигера неизгладимое впечатление. Он был шокирован как никогда ранее, какое-то время даже боялся оставаться один, а жуткие ведения пыток еще долго преследовали его. Окончив учебу в школе прикладных искусств, Гигер получил диплом промышленного дизайнера и дизайнера интерьеров. Возможно, его отец думал, что это занятие станет неким компромиссом между его увлечением и необходимостью зарабатывать деньги. Десятки лет он числился в телефонной книге родного города как дизайнер интерьеров. Но никто так и не позвонил ему, чтобы сделать заказ. Тем не менее, какое-то время он будет работать по специальности в одной из контор Цюриха. Гигер начинал рисовать тушью и маслом, но позднее стал использовать аэрограф, что довольно символично, учитывая слияние технологии и плоти в его работах. Оригинальный тревожный стиль Гигера стал намного выразительнее. Холодные цвета подчеркивают природу механических, неживых образов. С течением времени к распылителю настолько привыкаешь, что начинаешь пользоваться им автоматически, как коробкой передач. В такие моменты ты вырываешься за пределы сознания, в высшие сферы, как это бывает, например, под воздействием наркотика. Те, кому довелось видеть, как работает Гигер, рассказывали, что в художника словно что-то вселялось, а его рукой управляла неведомая сила. Аэрограф и дотошность художника в изображении отдельных деталей помогали создавать картины, отличающиеся практически фотографической четкостью и невероятной реалистичностью. Некоторые его работы действительно принимали за фотографии. Однажды это привело к проблемам с датскими таможенниками, задержавшими работы Гигера в аэропорту. Фотографии, запечатлевшие насилие, были запрещены датским законодательством. Таможня дала добро только после проведенной экспертизы, показавшей, что страшные и развратные изображения нарисованы, а не сфотографированы. «Где, интересно, они думали, я это сфотографировал? В аду?» – недоумевал Гигер. В 60-х проходят первые выставки картин Гигера, печатаются плакаты с его рисунками. Тогда же происходит окончательное формирование стиля художника. Кажется, в нем объединились все его увлечения и фобии. Чудовища из комнаты страха, персонажи фильмов ужасов, неприязнь к пиявкам, подаренный отцом череп, знания о насекомых, темные подземелья, шахты и лестницы без перил из снов. Тревоги, вызванные технологическим развитием и загрязнением окружающей среды. Устрашающие фантазии о ядерной войне, мутанты, существа из преисподней и его застенчивость, причины неудовлетворенности, превратившиеся в потустороннюю сексуальность персонажей его картин. Изучение промышленного дизайна и практика в архитектурном бюро также сильно повлияли на его стиль и технику. Сращивание организма с механизмом, повторяющиеся элементы, сюрреалистичное сочетание правильных форм. Все это можно заметить в его картинах. Что это? Потусторонний мир, ад или наше будущее? Бесчеловечная эпоха, когда живое обесценивается, уродуется и ставится на службу механическому. Это уже не бунт, как в атомных детях. Гигер говорил, что многие его работы отражают состояние безнадежной покорности, заслоняющая собой любую религиозность. Друг художника, чешский и американский психолог Станислав Гроф использовал картины Гигера для иллюстрации своей теории пренатальной памяти или внутриутробных воспоминаний человека, которые оказывают значительное влияние на формирование структуры личности. По мнению психолога, один из ведущих мотивов в творчестве Гигера – туннели, эмбрионы и зародыши – это проработка отрицательных пренатальных переживаний, изображая которые, художник стремился избавиться от родовой травмы. И действительно, по воспоминаниям матери Ханса, роды проходили тяжело. Гигер с большой неохотой явил себя этому миру. В 1966-м Ханс познакомился со своей главной музой – молодой начинающей актрисой Ли Тоблер. Она была подругой приятеля Гигера, актера Пауля Вейбеля, жила вместе с ним в маленькой квартирке. Гигер попросился жить к ним, после чего они стали снимать квартиру втроем. Спустя какое-то время Пауль покинул Швейцарию, и между Хансом и Ли завязались романтические отношения. Замкнутый художник и эксцентричная актриса, мечтавшая о короткой и насыщенной жизни, были полными противоположностями. Но противоположности притягиваются. Их роман не был светлой историей любви. Все 9 лет, что они провели вместе, были наполнены взаимными изменами, скандалами и наркотиками. После получения диплома Ханс работал дизайнером интерьеров в конторе Андриаса Кристена. Но в 68-м году с подачи одного из друзей он бросает работу, чтобы полностью посвятить себя творчеству. В 70-м Ханс и Ли переехали в дом, полученный Гигером в наследство от дяди. Он упорно работал. Кроме рисования картин, проведения выставок и издания книг с его работами, Гигер принимал участие в съемках экспериментальных фильмов. Ли послужила прототипом для многих работ Гигера, чему далеко не всегда была рада. Одну из расстроивших ее картин она разорвала, обвинив Ханса в том, что тот сделал ее уродливой. Постоянные депрессии усугубились тяжелым графиком. Ли была истощена. В 74-м она уехала в Сан-Франциско с очередным любовником, но уже спустя месяц вернулась, разочаровавшись в Америке. На какое-то время ее увлекло открытие художественной галереи и связанные с этим заботы. Но апатия накрыла ее снова, и 19 мая 75-го Ли застрелилась из револьвера Гигера. Гигер был шокирован и опустошен. Несмотря на все сложности и скандалы, чувства Ханса не угасали. Он восхищался красотой Ли. Заполнившее его отчаяние сменилось чувством вины. Ханс изводил себя мыслями о том, что трагедии можно было избежать, и он ничего не сделал для этого. Какое-то время он думал, что больше не сможет творить, но рисование было единственным, что отвлекало от черных мыслей, и он снова взялся за аэрограф. И без того темное творчество Гигера стало еще более мрачным. Вскоре он создаст серию картин, принесшую ему всемирную известность. «Люди либо в восторге, либо в ужасе от искусства Гигера. Но никто не знает, как изобразить самые ужасные кошмары, так потрясающе красиво». Эрнст Фукс. Австрийский художник. Центральными мотивами творчества мастера становятся зачатие, рождение, сексуальность и смерть. Особое место в нем занимают некрономы – существа, напоминающие смесь человека с насекомыми и чудовищными зверьми. Демоны, служащие циклопическим биомашинам. Сочетание Эроса и Танатоса, любви и смерти. Мужского и женского. Совершенные хищники биомеханического будущего. Приятель Гигера, психоделический гуру Тимоти Лири, писал о его творчестве так. «Мы, люди» на его картинах – это эмбрионы, цепляющиеся за стенки матки. Личинки, завернутые в тонкий кокон собственного эго. Звенья в цепи перерождений. Биологический материал для метаморфоз. Гигер, конечно, вдохновлялся далеко не только собственными кошмарами. Его увлекало творчество Сальвадора Дали, Хернста Фукса, Ханса Белмера, Альфреда Кубина. Гигера часто называют последователем стиля «макабр» или «пляска смерти» – направление живописи на грани сюрреализма, берущего начало в средневековье. В нем все мрачные сюжеты с изображением страданий или смерти доведены до гротеска. В интервью мастер не раз упоминал Иеронима Босха, творчество которого оказало сильнейшее влияние на сюжеты и образы Гигера. Ханс интересовался работой Фрейда «Толкование сновидений». Его вдохновляли строение архитектора Антонио Гауди и архитектура Вены. Гигера завораживали различные структуры с переплетением множества элементов, особенно строение костей. Среди фильмов, оказавших влияние на его творчество, художник отмечал картину Жанна Кокто «Красавица и чудовище» 1946 года. Но главным источником вдохновения все же была литература. Сэмюэль Беккет, в знак уважения к которому он написал несколько картин. Эдгар Уоллес, роман мастера Маргарита Булгакова, которому позднее он также посвятит картину. Гигер просмотрел множество книг по ведьмовству и восхищался оккультистом Алистером Кроули. Самый известный свой сборник Гигер назовет Некрономикон, как опасный для чтения гримуар, придуманный Говардом Лавкрафтом и упоминаемый им во многих произведениях. Когда я размышлял над названием для моих мрачных работ, Сергей Головин, мой духовный отец и известный исследователь мифологии, обратил мое внимание на произведение Лавкрафта и предложил название Некрономикон Гигера. Творчество Лавкрафта, безусловно, повлияло на создаваемые Хансом образы. При этом оно было лишь одним из многих источников вдохновения, и Некрономикон Гигера – это ни в коей мере не иллюстрации мифов к Тулху. Несмотря на это, многие посчитали, что Гигер показал в Некрономиконе свое видение мифологии Лавкрафта. По-разному толковалось и участие Гигера в Парижской выставке, посвященной дьяволу, а также оккультные мотивы в его картинах. Его считали художником зла, но сам Гигер отвергал подобные обвинения. «Критики ругают меня за антирелигиозный посыл моего искусства. Я же вовсе не стремлюсь к такому эффекту и отнюдь не собираюсь никого провоцировать. Мне просто нравятся эти мотивы и формы их выражения». Тем не менее, одно из оккультных обществ заочно приняло Гигера в свои ряды под именем «Брат Чужой», а один из посетителей его дома описывал увиденное так. «Трудно найти лучший храм темных искусств, чем гостиная Гигера. В центре длинного стола, занимающего эту комнату, вырезана пентаграмма. Сюрреалистический огонь свечей отбрасывает потусторонний свет на картины. На высоких полках в одном углу выставлены ряды черепов и подлинных, высушенных и уменьшенных голов каннибальского племени». Даже после того, как любимое дело Ханса приносило приносить неплохие деньги, его отец сохранил скептический настрой по отношению к творчеству сына. Считал картины Гигера как минимум неприличными. По крайней мере, на словах. «Возможно, причина в обиде». Ханс не продолжил его дело. «Я и по сей день поражаюсь, как мне удалось дать жизнь этому с позволения сказать художнику. Не иначе дело в его матери». Гигер пробовал силы и на поприще авторского кино. Первой его кинокартиной стала короткометражка «Убийца домов». Кроме всего прочего, зрителю демонстрируют голову с завязанными глазами, на которую из бутылки выливается красная жидкость. Сюрреалистичное содержание фильма могло быть навеяно воспоминаниями о католическом детском садике, в который ходил Гигер. Окровавленная голова Христа, въевшаяся в память Ханса в детстве, трансформировалась в его подсознание в странный образ, воспроизведенный им позднее у своего дома. В 1969 году Гигер разработал реквизит для фильма, сделанного в Швейцарии 2069, поставленного его другом режиссером Фредди Мюрером. Ханс изготовил костюм инопланетянина, носившего в голове видеокамеру. Формы этого существа сильно напоминают главное кинематографическое детище Гигера. В середине 70-х Гигер познакомился с Сальвадором Дали. У Ханса был друг в Испании, который знал Дали и показал тому несколько работ Гигера. Некоторое время спустя в Испанию приехал режиссер Алехандро Ходоровски, загоревшийся идеей экранизировать роман Фрэнка Герберта Дюна и собиравший команду для съемок. В фильме должны были принять участие Орсон Уэллс, Дэвид Карадайн, Мик Джаггер и Удо Кир. Саундтрек написала бы группа Pink Floyd, а главным художником картины был Жан Жеро, известный также под псевдонимом Мёбиус. Ходоровски хотел, чтобы Сальвадор Дали сыграл императора. Дали показал режиссеру альбом с работами Гигера. Тот оценил талант автора и немедленно решил взять швейцарца в команду. Ханса пригласили в Испанию, но к моменту его прилета Ходоровски уже покинул страну. Зато удалось встретиться с Дали. Ханс увиделся с режиссером в Париже спустя два месяца. И Ходоровски, называвший искусство Гигера дивным и жестоким, предложил ему сотрудничать. Планировалось, что Гигер займется Харконнинами, одним из великих домов во вселенной Дюны. Разработает дизайн помещений и архитектуры, нарисует костюмы. Ханс, не читавший роман и знающий о сюжете только по рассказам одного из друзей, нарисовал замок антагониста, барона Харконнина. «Моя планета находилась во власти зла», вспоминал Гигер. «В краю, где практиковалась черная магия, где агрессия вырвалась на свободу, а невоздержанность и извращение были в порядке вещей. В общем, как раз то самое место, которое мне нужно». Экранизации не суждено было состояться. Студийные боссы не поверили в успех фильма эксцентричного режиссера и отказали в финансировании. Позднее Дюну экранизировал Дэвид Линч. Гигер ничего не получил за участие в авантюре Ходоровски. Режиссер даже не удосужился позвонить художнику, чтобы сообщить о прекращении работы над фильмом. Эскизы Гигера, сделанные для отмененного фильма, послужили источниками вдохновения разным авторам. Но история с Дюной все же сыграла значительную роль в судьбе художника, а заодно и сказалась на всей кинофантастике. К работе над проектом Ходоровски привлек Дэна О'Беннона, создававшего эффекты для первого фильма Джона Карпентера «Темная звезда» и получившего за них награду Академии фантастических фильмов США. Так Гигер познакомился с будущим автором сценария фильма «Чужой». «Дигер показал мне альбом со своими эскизами, которые меня очень впечатлили. Я никогда не видел ничего столь же ужасного и в то же время великолепного», рассказывал О'Беннон. А еще он сразу же предложил мне опиум. Я спросил «Зачем ты принимаешь эту гадость?» Он ответил «Я боюсь своих фантазий. Хочешь сказать, что они всего лишь в моей голове?» Но именно это меня и пугает. О'Беннон также был почитателем творчества Говарда Лавкрафта. Он быстро нашел общий язык с Гигером. Идеи космизма, которые разработал и исследовал в своем творчестве Лавкрафт, предполагают бессилие людей против того, что лежит за пределами их понимания реальности. Установленные нами моральные принципы ничего не значат в космических масштабах, а населяющие бесконечную бездну вселенной могущественные богоподобные сущности, придуманные писателем, являются чужеродными для человеческого сознания, не ассоциируются с добром или злом. Ужас в его произведениях кроется в неизведанном. Все это стало идеальным фундаментом для появления чужого. После отмены съемок «Дюны» Дэн О'Беннон вернулся домой ни с чем. Какое-то время он жил у своего друга Рональда Шусетта, начинающего сценариста. Дэн приступил к написанию сценария об экипаже космического корабля, посетившего неизведанную планету и столкнувшегося с враждебной формой жизни. За основу он взял сценарий, написанный им еще во время работы над темной звездой Карпентера. С помощью Рона Шусетта он довел текст до ума. Сценарий был готов во второй половине 76-го года, и О'Беннон сразу же продал права студии 20-й век Фокс. К будущему успеху «Чужого» оказались причастны и «Звездные войны», вышедшие в прокат в 77-м году. Кассовый успех фильма спас 20-й век Фокс от банкротства. Рост популярности космической фантастики, последовавший за прокатом фильма о приключениях джедаев, подстегнул студию к поиску новой истории. На глаза студийным боссам попался «Чужой». Проект уже был запущен, но работа велась неспешно. К тому моменту еще не был отредактирован сценарий. Режиссером стал Ридли Скотт, на счету которого было множество рекламных роликов и фильм «Дуэлянты», о многолетнем противостоянии двух французских офицеров. Вышеперечисленная череда событий свела вместе создателей главного фантастического ужастика 70-х. Ридли Скотт хотел снять полную противоположность «Звездных войн». Никакого космо-фэнтези, максимальная реалистичность. Показанное должно было вселять «Дикий ужас», стать космической версией фильма «Челюсти». Режиссер загорелся идеей и в первую очередь решил поменять дизайнерские решения, предложенные О'Бенненом и продюсерами фильма. Основные сомнения были связаны с обликом «Чужого». Созданные художниками эскизы существ никуда не годились. Изображенные монстры не вызывали ничего кроме улыбки и смогли бы напугать только исключительно впечатлительного зрителя. Тогда О'Беннен настойчиво предложил взять на место художника-постановщика Ханса Гигера, которого он пытался подключить к проекту еще до того, как Ридли Скотт стал режиссером фильма. Продюсеры не оценили сделанные эскизы. Дэн показал режиссеру картины из Некрономикона. Увиденное изумило Скотта. О'Беннен связался с Гигером и предложил поработать над фильмом о борьбе с инопланетным монстром. Ханс согласился. Вскоре в Цюрих на переговоры с автором Некрономикона отправились Ридли Скотт и продюсеры. После общения с художником и просмотра его работ сомнений не осталось. Гигер идеально подходил для фильма. Контракт был подписан. В одном из интервью Гигер рассказал о начале работы над фильмом. «Для меня все складывалось отлично. Нужно было просто скопировать свои собственные идеи, немного изменить уже продуманный дизайн. Я работал промышленным дизайнером в Цюрихе, поэтому когда мне сказали, что должен представлять из себя чужой, я представил его в функциональном смысле. Я сконструировал лицехвата с хвостом-пружиной, чтобы он мог выпрыгивать из яйца. Также у лицехвата есть конечности, чтобы удерживать голову человека. Он представляет собой довольно практичную биологическую форму. Внутри него был скелет, который можно было различить сквозь полупрозрачную кожу, но у меня не было времени закончить его. Сейчас я думаю, что в итоге вышло отлично. Он по-настоящему отвратительный». Сначала участие Гигера в проекте ограничивалось созданием эскизов. Он нарисовал около 30 картин с изображением космического корабля, его интерьеров, самого монстра и стадий его развития. Однако штатные сотрудники студии не смогли самостоятельно воплотить оригинальные задумки художника. И вскоре Гигера пригласили в Великобританию, где проходили съемки, чтобы он лично принял участие в создании облика чужого и декораций. Ридли Скотту пришлось уговаривать Ханса. Художник боялся летать. Но искусство требует жертв. И Гигер поборол свою аэрофобию. Не все продюсеры поддержали решение о привлечении Гигера к работе над фильмом. Многим его картины казались слишком жестокими, отталкивающими и вульгарными. Но Ридли Скотт пригрозил, что покинет проект, если Гигера не утвердят. И руководству, учитывавшему сжатые сроки производства, пришлось согласиться. Гигер планировал пробыть в Шепертоне три недели. Приехал туда со своей новой пассией, Мии Бонцаниго. Но его роль в создании декораций и костюма постоянно увеличивалась. Вслед за разработкой облика Чужого потребовалось создать все инопланетное. И вместо трех запланированных недель Гигер проработал над Чужим полгода. Нам не надо было сюда лететь. Не надо было садиться на эту планету. Пораженный творчеством Гигера режиссер решил дать художнику полную свободу. Уважительное отношение к его творчеству заряжало Гигера энергией. Он проявлял поразительное упорство и самоотдачу в работе. «Гигер был прямо как граф Дракула», вспоминал Рональд Шусет. «Всегда одевался во все черное. Среди съемочной группы ходили даже ужасные слухи, что он хранит дома скелет своей невесты. Мы-то с Ридли и Дэном подружились с ним, а все остальные думали, что он очень странный. И побаивались его». Режиссер носился с некрономиконом по съемочной площадке и следил за тем, чтобы стилистика картин Гигера была перенесена в его фильм. Как будто книга была священной. Кроме разработки стадий жизни Чужого, Ханс нарисовал и принял участие в строительстве интерьера космического корабля, пейзажа планеты и трупа пилота, названного позднее космическим жокеем. В «Чужом» можно найти многочисленные заимствования из фантастических фильмов конца 50-х и 60-х годов. В ужастике «Ночь кровавой твари» 1958 года, снятом всего за 70 тысяч долларов, пришельцы используют человеческие тела для размножения. А в фильме «Безликий демон» американцев терроризируют некие сущности, отдаленно напоминающие лицехватов. В итальянском фантастическом фильме 65-го года «Планета вампиров» присутствует и сигнал о помощи с неизвестной планеты, и останки представителя древней цивилизации, которые крупнее человека в несколько раз, и загадочная форма жизни, использующая человеческие тела, чтобы выжить. Но все же, благодаря уникальной стилистике Гигера, а также идее Ридли Скотта показать экипаж реальными людьми, живущими в правдоподобном мире, образы картины получились оригинальными, а монстры выглядят намного достовернее, чем в более ранней фантастике. Еще одна важная отличительная деталь «Чужого» в том, что по-настоящему «Чужим» по отношению к экипажу был не жуткий монстр, действовавший инстинктивно, а работодатель, намеренно создавший такую ситуацию, так как компания считает людей расходным материалом. Гигер вспоминал «Думаю, что сцена с рождением ксеноморфа была самой сложной и сильной во всем фильме. На этого монстра меня вдохновили работы Фрэнсиса Бэкона, мне их посоветовал Ридли. Сначала грудолом походил на курицу без оперения, этим я был недоволен. Потом на динозавра, и это было еще более ужасно. Но стоило мне отрезать ему ноги, и у него остались только хвост и голова. Это было идеально. В итоге, предоставленная режиссером «Свобода» все же была сокращена руководством студии, отсекавшим чрезмерно вульгарные, как им казалось, идеи Гигера. Продюсеры обратили внимание художника на щели в яйцах, в которых затаились лицехваты. Изначально они были другой формы и напоминали вагину. Прокат фильма планировался в странах с сильным влиянием католической церкви, и продюсеры считали недопустимым подобные непристойные детали. Тогда Гигер сделал отверстие крестообразным. Изначально Ридли Скотт и Гигер планировали сделать кожу чужого полупрозрачной, чтобы зрители видели движение человека под костюмом. К тому же Скотт хотел поместить личинок под полупрозрачную часть головы, чтобы во время крупных планов было видно, как внутри монстра кишит зарождающаяся жизнь. Но сложность исполнения и не самый большой бюджет фильма не позволили сделать чужого еще страшнее. За исключением подобных незначительных деталей, Гигер реализовал практически все свои идеи. Некроном, хищник будущего, образ которого переполнен фаллическими элементами, благодаря работе выдающегося специалиста по визуальным эффектам Карло Рамбальди, трансформировался в ксеноморфа. В целом, ксеноморф кажется чем-то абсолютно чуждым, но если внимательнее рассмотреть этот образ, то станет понятно, что он составлен из вполне земных элементов. Создатели фильма, конечно, понимали это, поэтому монстр появляется всего в нескольких моментах. При этом у зрителя, осмотревшего фильм в кинотеатре, не было возможности как следует рассмотреть чудовище. Освещение, ракурс и динамика не позволяют этого сделать. Итак, жизненные стадии чужого были вдохновлены эндопаразитами мира насекомых. Осы наездники, например, откладывают яйца в тело гусеницы. Личинки развиваются внутри нее, питаясь циркулирующей в теле жидкостью. Затем они прогрызают себе выход, закрепляются на ветке и создают вокруг себя кокон. Инсектоидный образ некронома показался Ридли Скотту удачным элементом. Антропоморфное насекомое выглядит, мягко говоря, пугающе. Длинный хвост, покрытый острыми шипами, истекающая слизью челюсть мурены. Вытянутая голова, помимо сексуального подтекста, напоминающая то ли корпус дельфина, то ли туловище кальмара. Глаза некронома чужому не достались. Гигер предложил убрать их, ведь без глаз образ становится еще более устрашающим, так как неясно, куда именно смотрит чудовище. Объединение несочетаемых, казалось бы, элементов и вместе с тем завораживающая потусторонняя красота вызывают тревогу на подсознательном уровне. Монстр Гигера стал воплощением сразу нескольких фобий и подсознательных страхов. Кроме отвращения, вызываемого внешним видом, боязни заражения быстро развивающимся паразитом и массового страха того времени перед применением биологического оружия, авторы стремились пробудить страх изнасилования и последующего зачатия. Дэнно Бэннон и Ридли Скотт хотели создать психосексуальный ужас, и такой чужой прекрасно справлялся с этой задачей. По задумке Ридли Скотта, для создания и поддержания атмосферы таинственности антураж должен был сообщать зрителю о связи чужого с некой древней культурой. Чтобы подчеркнуть глубину выдуманного мира, были проведены параллели с культурой древнего Египта. В первой версии сценария корабль в форме рогалика, ставший одной из визитных карточек вселенной чужих, представлял собой инопланетную пирамиду. Интерьеры тоже были соответствующие, как в гробнице египетского фараона. От настолько явных аллюзий решили отказаться и добавили больше инопланетности, чуждости, чему как нельзя лучше способствовал стиль Гигера, объединяющий технологии с органикой. При этом продолговатая форма головы некронома и чужого – это, кроме всего прочего, еще и отсылка к вытянутым черепам и головным уборам египтян. Гигер интересовался культурой древнего Египта. Многие связывают его интерес с историей о мумии, увиденной им в детстве в музее. Ридли Скотт действовал по заветам Лавкрафта. Сильнее всего зрителя пугало непознаваемое. Мотивы чужого – это выживание и размножение. Он идеальный хищник, находящийся вне категории добра и зла. Важно было добиться эффекта, когда ксеноморф воспринимался бы как нечто действительно чуждое, чтобы он не ассоциировался с человеком. А для этого нужен был не только жуткий костюм, но и актер с необычными внешними данными. Сначала планировалось, что ксеноморфа сыграет Питер Мэйхью, у которого уже был подобный опыт. Он играл Чубакку в «Звездных войнах». Но планы изменились после того, как кастинг-директор проекта увидел в местном баре высоченного худого парня – 26-летнего нигерийца Баладжи Бадеджо, который и актером-то не был, мгновенно утвердили на роль. Костюм, обошедшийся в 250 тысяч долларов, состоял из 15 частей. Каждый элемент создавался под фигуру Бадеджо, которому приходилось ежедневно стоять по несколько часов подряд с навешанными на него деталями костюма. Кроме того, Чужой должен был обладать нечеловеческой пластикой. Баладжи долгое время тренировался, изучал боевое искусство тай-чи, оттачивал скользящие движения в декорациях космического корабля Нострому. Результат превзошел все ожидания. Чужой вышел на экраны 25 мая 1979 года. Далеко не все зрители были готовы увидеть то, что подготовили для них авторы фильма. Сцена рождения Чужого и сейчас вызывает ужас и отвращение. Тогда же многие были шокированы увиденным. Перед одним из кинотеатров установили декорацию космического Жокея. Оскорбленные чувства религиозных фанатиков, принявших Жокея за порождение дьявола, переросло в агрессию. Декорацию подожгли. Подобные происшествия только подогревали интерес к картине. И Чужой собрал солидную кассу. При бюджете в 11 миллионов долларов сборы в США составили почти 80. А всего в мире зрители заплатили за просмотр ксеноморфа около 100 миллионов. Вероятно, мало кто из продюсеров верил в такой успех очередного космического ужастика, каким Чужой предполагался изначально. Сочетание относительно серьезной научно-фантастической стилистики с мрачными фантазиями швейцарского художника, талантливая режиссура и убедительные актерские работы превратили незамысловатый сценарий в яркое событие в кинофантастике, отмеченное Оскаром за лучшие визуальные эффекты. А сам Чужой до сих пор остается одним из самых известных монстров в истории кино. История о борьбе с инопланетным чудовищем объединила мир кино с миром изобразительного искусства. Чужой – это фильм Ридли Скотта. Но также не будет преувеличением сказать, что Чужой – это картина Гигера. Ведь вряд ли можно было бы говорить о подобном успехе и рождении франшизы, развивающейся вот уже более 40 лет, без неординарных образов, придуманных мрачным швейцарцем. Загляните. Это нечто. Кроме выхода фильма, превратившего фамилию художника в бренд, в 1979 году в жизни Гигера случилось еще одно значимое событие. Ханс женился на Мии Бонцаниго. Брак продлился недолго, через полтора года они развелись. Гигер, часто посещавший Штаты после окончания проката Чужого, выразил свое отчаяние в серии картин «Город Нью-Йорк», нарисованных им в начале 80-х годов. После успеха Чужого Гигер начал получать предложения от различных студий. В 1982 он рисует несколько интересных концептов для фантастического нуара «Турист» от студии Universal, на главную роль в котором планировали пригласить Мадонну. Ему снова поручили разрабатывать образы инопланетных существ. На этот раз их уже было несколько. Инопланетяне, скрывающиеся под человеческим обликом и тайно живущие на Манхэттене. Земля в качестве места ссылки особо опасных межпланетных преступников. Огромные подземные тюрьмы, эротические сцены с пришельцами. Такие сюрпризы готовили для своего зрителя авторы сценария. Но многочисленные разногласия привели к производственному аду. Проект сменил несколько студий и в итоге был отменен. Гигер надеялся поработать над Дюной Линча. Художник считал творчество режиссера близким ему по духу. Восхищался фильмом «Голова ластика». Но когда Гигер прислал Линчу свои эскизы, режиссер ответил, что после Чужого стиль швейцарца стал слишком узнаваем и отказал Хансу. По воспоминаниям людей, близко знавших художника, Гигера было легко заинтересовать. Нужно было лишь красочно описать свой проект. Именно так и поступил Рональд Мур, встретивший Ханса на одном из фестивалей и рассказавший ему о будущем величии своего фильма с бюджетом 250 тысяч долларов. Третьесортный трэш, каким фильм получился в итоге, был представлен Муром как невероятный триллер с убийствами, панками и мутантами. Вдохновившись услышанным, Гигер согласился нарисовать постер фильма. В 86-м выходит фильм ужасов Полтергейст 2 «Обратная сторона», для которого Гигер рисовал концепт-арты мерзопакостных созданий, не дающих людям спокойно жить. Их мерзопакостность, правда, пришлось поумерить из-за рейтинга фильма, и некоторые идеи художника не удалось воплотить на экране. А реализация тех идей, что были включены в фильм, оставляла желать лучшего. «Это иллюзия. Чудовище лжет. Идите в огонь». Гигер был крайне недоволен результатом. «Проблема с Полтергейстом заключалась в том, что я отнесся к нему со слишком большим энтузиазмом», — вспоминал Гигер. «Мне столько всего наобещали. Мне очень нравились идеи и сюжет. Я нарисовал для него безумное количество эскизов и около 25 картин. Но моему ассистенту, которого я послал в Голливуд присматривать за моими дизайнами, не позволили там работать из-за профсоюзных правил. В итоге в фильме использовали только несколько моих работ, что, конечно, меня страшно разочаровало. Но что еще хуже, к концу работы над фильмом я узнал, что Кэмерон работает над продолжением «Чужого». И что меня не позвали. В том же 86-м на экраны выходит фильм Джеймса Кэмерона «Чужие». В продолжении «Приключений Рипли» уже другая атмосфера. Вместо мрачного научно-фантастического ужастика Кэмерон снял динамичный фантастический боевик. Гигер, конечно, обиделся на то, что Кэмерон не пригласил его. Но по прошествии времени, когда на экраны вышли уже несколько фильмов франшизы, он назвал «Чужих» лучшим продолжением оригинального фильма. В 87-м проходила большая выставка Гигера в Японии, организованная концерном Сейбу и пользующейся огромной популярностью. Среди экспонатов были оригинальный макет Ксеноморфа, эскизы для фильмов «Чужой» и «Полтергейст-2» и «Кресло барона Харконина». Выставку ежедневно посещало 2000 человек. Вскоре появился фан-клуб Гигера. Художники рисовали комиксы в стиле Гигера, а игрушечные фигурки Ксеноморфа наводнили магазины. Популярность Гигера росла, и одна из японских компаний предложила открыть бар, оформленный в стиле фильмов о чужом. Гигер-бар. Ханс взялся разработать интерьер бара, но японцы постоянно торопили художника. Оставалось спроектировать несколько фрагментов, когда менеджер Гигера Ули Стейнль, не дождавшись от Ханса недостающих элементов дизайна, решил достроить бар самостоятельно. Возмущенный Гигер ни разу так и не посетил заведение. Интерес к неординарному месту продержался недолго. Через два года бар прогорел, и его закрыли. Никто не сможет помешать мне. Затем Гигера приглашают в Японию, чтобы создать чудовищ для фэнтези-блокбастера Токио. Последний мегаполис. По сюжету фильма, злой колдун хочет уничтожить Токио и пытается пробудить могущественного демона. Фильм малоизвестен за пределами Японии, но в стране восходящего солнца его считают культовым. Плотный график не позволил Хансу присутствовать на съемочной площадке. И в итоге его вклад в фильм оказался не слишком велик. Он создал монстра Гоху Додзи. Многострадальный проект Дэвида Финчера «Чужой 3», от которого режиссер позднее будет открещиваться, заставил страдать и Ханса Руди. Триквелу Чужого предстояло пережить несколько забракованных сценариев. Массу отвергнутых концептов, бесконечные доработки и изменения, переделку декораций, на которые были потрачены миллионы долларов, две смены режиссера, а съемки начнутся, когда сценарий еще не будет доведен до ума. Дэвид Финчер предложил Гигеру поработать на третьей частью. Тот, видимо считая, что справедливость наконец-то восторжествовала, с радостью согласился. Он нарисовал несколько эскизов измененного монстра и соорудил полномасштабную модель обновленного ксеноморфа, предложив студии выкупить ее за сущие копейки, лишь бы окупить стоимость использованных материалов. Но Гигеру забыли сообщить о том, что студия уже заключила контракт на создание нового ксеноморфа с другими дизайнерами. Получалось, что Гигер участвует в проекте как бы по собственной инициативе и не претендует на авторство. Спустя какое-то время Гигеру было заявлено, что студия и Финчер отказываются от его услуг, что возможно его эскизы будут использованы, но у них есть свое видение нового ксеноморфа. Имя художника даже не включили в титры. Гигеру ничего не оставалось, кроме как подать в суд на авторов, после чего его вклад в создание фильма был признан. По версии Гигера, данная ситуация была создана Финчером намеренно. Таким образом, он получил несколько оригинальных идей, ничего за них не заплатив. После неприятной истории с третьим чужим, у Гигера был шанс поработать над очередным фильмом о Брюсе Уэйне. Он набросал Бэтмобиль для фильма «Бэтмен навсегда», но его эскизы остались невостребованными. Такой дизайн показался автором фильма чрезмерно оригинальным, не сочетающимся с общей стилистикой картины. Затем Гигер постарался над созданием младшей сестренки ксеноморфа. Режиссер Роджер Дональдсон предложил художнику перенести один из образов с его картин, наполненных женоподобными биомеханическими существами, в новый фильм о девочке, выращенной в секретной лаборатории. Из космоса получен сигнал от неизвестной цивилизации, в котором зашифровано новая последовательность ДНК с инструкциями о том, как объединить ее с человеческой. Неугомонные ученые воспользовались инструкцией и получили ребенка, развивающегося невероятными темпами. Девочка совершает побег и продолжает развиваться, превращаясь в полувозрелую особь, скрывающую свое истинное обличье внешностью Наташи Хэнстридж. Теперь главной ее целью становится размножение. Ну разве Гиггер мог от такого отказаться? Она превосходное биологическое оружие. Вдруг кто-то в космосе решил, что мы галактические сорняки готовы заполнить вселенную. Авторы Чужого перенесли сюжет классического ужастика в космос, снабдив его жуткой инопланетной тварью, о природе которой можно было только догадываться. Авторы Особи вернули монстра из космоса. Параллелей с Чужим тут достаточно, начиная с внешнего вида Особи по имени Сил и заканчивая отдельными моментами, повторяющими сцены фильма Ридли Скотта. На мой взгляд, фильм не выдержал проверку временем. Напряженную атмосферу у авторов создать не получилось. Да и неясно, ставили ли они перед собой такую задачу. Так как действия происходят на Земле, да еще и в Мегаполисе, визуальный ряд, за исключением результата генетического эксперимента, интереса не представляет. Но все же Наташа Хэнстридж и монстр Гиггера обеспечили фильму успех, на волне которого были сняты три продолжения. Мы не знаем, с чем имеем дело. Она может родить 10 детей, отложить тысячу яиц. Кроме образа сил, Гиггер создал жуткий локомотив-призрак из кошмарного сна главной героини. Со свойственной ему самоотдачей художник спроектировал детальную модель и продумал ее принцип действия. А соединение со следующей, со следующей головой будет. И чтобы кровь, и все такое, и это течет, и да. Но в фильм вошел лишь небольшой момент с локомотивом, и показанные кадры не позволяют оценить масштаб проделанной работы. Проектируя жуткий локомотив, Гиггер решил построить железную дорогу в своем саду, чтобы на небольшом поезде можно было выехать прямо из дома и прокатиться по саду. Когда фамилия Гиггер стала брендом, одно только упоминание художника в числе создателей фильма могло привлечь немало зрителей. По этому пути пошли авторы комедийного трэша «Презерватив убийца», снятого по одноименной серии комиксов. Уже привычный энтузиазм Гиггера, выражавшийся в генерировании множества идей, создании десятков зарисовок и прототипов, остался невостребован. Гиггеру дали понять, что не ждут от него творческой активности. Достаточно указать его в титрах, как консультанта. Выглядит совсем как обычный каучук для кандомов, в действительности же речь идет об отдельном организме с субдермальными хитиновыми оболочками. А вот создатели четвертого фильма о ксеноморфах и вовсе забыли указать Гиггера в титрах как автора дизайна Чужого. Тогда художник отправил гневное письмо студии 20-й век Фокс, которое закончил такими словами. Тем, кто ответственен за этот заговор, желаю размножения Чужого в их грудных клетках. Позднее, перед выпуском фильма на DVD, ошибку исправили, но после этого мастер долго отказывался от сотрудничества с киношниками. «После Чужого дела в кино не шли так хорошо, потому что я не был достаточно вовлечен в этот процесс», — вспоминал Гиггер. «Я не хотел оставаться в другой стране. Я потратил несколько месяцев, работая над чужим, и я хотел домой. Когда я работал над более поздними проектами, я проводил всего несколько дней за границей. Когда фильмы вышли, я подумал «вот дерьмо». Но я не мог ничего изменить. Тогда я подумал, что это неправильный способ работать. Если ты работаешь над фильмом, ты должен быть там все время и всегда следить за тем, что они делают. Иначе они будут делать, что захотят». Впрочем, скучать ему было некогда. Ханс Руди Гиггер разрабатывал мебель для кафе и баров, дизайн ювелирных украшений и часов, участвовал в создании документальных фильмов и телевизионных программ, писал небольшие рассказы, рисовал журнальные иллюстрации, комиксы и обложки альбомов нескольких групп. Наиболее известной из которых стало изображение пронзенного иглами лица Дебби Харри. Спроектировал линейку гитар и микрофонные стойки для Джонатана Дэвиса из группы Корн. И это не считая проведения многочисленных выставок. Кроме всего прочего, его работы были использованы для создания колоды карт Таро – Таро Бафомета. «Мои картины, кажется, производят наиболее сильное впечатление на людей, которые, ну, в общем, сумасшедшие», – говорил Гигер. «На самом деле многие разделяют мои взгляды и вкусы. Если им нравится моя работа, они достаточно креативны. Или они просто сумасшедшие». Трудно сказать, кого больше среди разработчиков компьютерных игр. Креативных, или сумасшедших, или совмещающих оба качества. Но кроме игр разных жанров, действия которых происходят во вселенной чужих, где без ксеноморфов и прочей Гигеровщины никак не обойтись, создавались и создаются проекты, как использующие произведения Гигера, так и пытающиеся копировать его стилистику. Здесь и старенькая Дарк Сид в двух частях, авторы которой с разрешения художника использовали его картины в качестве фонов. И относительно новая Скорн, полностью построенная на атмосфере фантазий Ханса Руди и еще одного мрачного сюрреалиста, Сдзислова-Бексинского. Такая смесь не нова. Авторы Last for Darkness уже делали нечто подобное. Правда, пропорции стилей были явно другие. Художники квеста Tormentum Dark Sorrow также вдохновлялись творчеством Гигера. Чувствуется его влияние и в Старкрафте. И в последних уровнях Дельфина Экко, главный герой сражается вот с таким чудищем. Даже разработчики классической Контры не остались в стороне и выставили против игроков монстров, напоминающих творения Гигера. Это, конечно, далеко не полный список. А если дополнить его играми, копирующими приемы и фобии из фильмов о ксеноморфе, то перечислять их придется намного дольше. Космические корабли, где что-то пошло не так, закрытые пространства, хождение по темным коридорам с огнеметом наперевес и тому подобные детали можно встретить во многих проектах. В 1998 году Гигер купил симпатичный замок Сен-Жермен в городе Грюер, прославившемся одноименным сыром. Художник открыл там музей своих работ, размещал картины коллег. Его вторая жена, Кармен, помогала ему в руководстве музеем. Жители небольшого городка далеко не сразу смирились с таким соседством. Ведь милое романтичное местечко, одно из тех, что печатают на открытках, теперь ассоциировалось с пристанищем властелина темного искусства. Отношение горожан изменил неиссякающий поток туристов, хлынувший в музей Гигера, а значит и в близлежащие кафешки и магазины. Перед входом в музей стоит одна из скульптур Гигера, контрастирующая с внешним видом замка, своим присутствием сообщающая посетителям о том, что их ждет внутри. В Швейцарии Гигер реализовал понравившую ему идею баров под своим именем. Два Гигер-бара, построенных по проекту и под контролем художника, открылись в Грюере и Куре, родном городке Ханса. После нескольких разочарований, постигших его в середине 90-х, Гигер полтора десятка лет не принимал предложений от кинематографистов. Когда художнику было уже за 70, к нему снова обратился Ридли Скотт с просьбой принять участие в работе над концептами для фильма «Прометей». Гигер говорил, что многолетняя история с чужим отразилась на нем негативно, из-за того, что критики и культурологи считали его творчество не искусством, а скорее необычным декором. Тем не менее, он не отказал человеку, который с огромным уважением отнесся к его творчеству во время их совместной работы. На тот момент возраст уже не позволял погрузиться в работу с головой. Гигер редко покидал свои владения, еще сильнее не взлюбил внимания к собственной персоне, почти не давал интервью. Но когда кому-то все же удавалось уговорить его встретиться, комментировал свое отношение так. «Иногда люди спрашивают меня, как, вы еще живы? Для многих я давно стал легендой, ведь я очень тяжелый в общении человек, с большой неохотой встречаюсь с незнакомыми людьми. Мне крайне неприятно, когда кто-то начинает громко выражать восхищение в мой адрес». Гигер набросал эскизы, но ничего особенно нового придумывать не пришлось. В «Прометее» использованы не только его наработки для самого первого фильма, но и присутствуют отсылки к другим проектам художника. Дворец барона Харконина, нарисованный для несостоявшейся Дюны Ходоровски, трансформировался в такую постройку. А эскизы с первым вариантом лицехватов – больших, соразмерных яйцу и с длинным пружинищим хвостом – пригодились для создания образа инженера. Визуально фильм безупречен, но повторить успех первой части не вышло даже у умудренного опытом создателя чужого. Простая концепция первого фильма и оригинальное исполнение прекрасно дополнялась таинственностью жутких образов. Попытка рассказать о тайнах вселенной в «Прометее» превратилась в массу глупостей и недомолвок, порожденных сценарными несостыковками и удалением важных моментов из театральной версии фильма. Все же есть конструкции, которые не следует усложнять. «Прометей» стал последним кинопроектом, в котором Гигер принял участие. Последние годы он провел в своем мрачном жилище, с близкими ему людьми, среди своих работ и сотен книг. В 2013 и начале 2014 года прошли съемки документального фильма, в котором показана жизнь постаревшего мастера, «Темная звезда», «Мир Гигера», режиссера Белинды Селин. Белинда придумала название после первой встречи с Гигером и ожидала, что художник будет полностью соответствовать званию «Темной звезды», избегающий сильного внимания, не желающий подробно обсуждать свое творчество, но очень вежливый и дружелюбный Гигер удивил ее. В фильме много внимания уделено воспоминаниям художника и рассказам членов его семьи, друзей и поклонников о том, как творчество Гигера и он сам повлияли на их жизнь. Монтаж фильма был завершен уже после того, как Ханс Руди Гигер покинул этот мир. В начале мая 2014 года художник упал с лестницы в собственном доме и через несколько дней скончался в больнице из-за полученных травм. Нелегко признать свои страхи и тем более изобразить их, выставив на всеобщее обозрение. Начав с детских кошмаров, Гигер переключился на визуализацию куда более масштабных ужасов. Последствия атомной войны и неудачных экспериментов в области генетики, высокотехнологичные импланты, превращающие человека в придаток машины. Все это смешалось в его работах с оккультными мотивами, породив безрадостные пейзажи, в которые страшно вглядываться, и существ, с которыми никто не захотел бы встретиться. Больше всего он боялся того, что его фантасмагории станут реальностью. Искусство Гигера проникает в нашу психику и затрагивает самые глубокие первобытные инстинкты и страхи. Его искусство стоит в отдельной категории. Доказательством этого является мощная выразительность его работ и воображения, которые я могу сравнить только с Иеронимом Босхом и Фрэнсисом Бэконом по их способности провоцировать и тревожить. Так, еще во времена работы над чужим Ридли Скотт охарактеризовал творчество Ханса Руди Гигера. Его слова не устарели, как не устарели и поражающие воображения работы швейцарского художника. Пережили своего создателя и выдуманные им монстры, как и 40 лет назад, вызывающие у зрителя неподдельный ужас. Они, как повзрослевшие дети, теперь живут своей жизнью. Видоизменяются, совершают ошибки по вине молодых сценаристов, но все же сохраняют пугающие черты своих предков, некрономов, героев картин создателя мрачных миров. Мастера, оставившего нас наедине со своими кошмарами. А чтобы ничего не пропустить и в случае чего не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал или вступайте в группу ВКонтакте. Ссылки вы найдете в описании, а также в закрепленном комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok